МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом же виде программы воспитанница Надежды Ширяевой стала второй и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Отлично выступили спортсмены Удмуртии и Юз Венигороди на чемпионате и первенстве России по всестилевому карате. Они завоевали шесть медалей. И две из них золотые. Они на счету Ивана Чиберева и Антона Владимирова. Все победители и призеры – это воспитанники Ижевской и Дюсуша единоборств. В частности, тренеров Сергея Чиберева, Константина Соловьева и Сергея Нехорошего. Возвращение былых традиций. В Удмуртии возрождается женский волейбол спустя 13 лет затишья. Накануне в Минспорте Удмуртии состоялась презентация команды «Италмаз» и «ЖГТУ», которая будет играть в первой лиге чемпионата страны. У женского волейбола Удмуртии давняя и славная традиция. В 70-х команда «Мастеров Темп» играла в высшем дивизионе российского первенства и в первой группе чемпионата Советского Союза. Потом был провал. Сейчас эта игра в республике переживает эпоху Возрождения. Теперь в первой лиге национального турнира будет выступать клуб «Италмаз» и «ЖГТУ». Данная поддержка будет отчисляться от них. Мы закупили полностью обмундирование для девочек, два комплекта формы, спортивные костюмы, кроссовки и также на переезды команды на соревнования. В составе этой команды только местные спортсменки, воспитанницы трех спортивных школ Удмуртии – Завьяловской и Двух-Ижевских, что очень радует. Укрепили команду и четырьмя опытными игроками. Кстати, тоже местными. Это Оксана Котельникова, Татьяна Данилова, Юлия Братчикова, Анастасия Комарова. Они успели поиграть и в Суперлиге, и даже в Еврокубках. Думаю, что опыт мой, той же Оксаны, думаю, не помешает молодым игрокам помочь возродить волейбол именно в Ржевске. Я рада, что есть такой шанс поднять уровень волейбола в Ржевске, так как он был много лет назад. Возрождение женской команды, я считаю, сейчас, на данный момент, очень, как говорится, подходящий момент, когда вот еще опытные игроки, они еще могут играть, они еще могут, они еще желание проявляют и играть готовы. И передать опыт именно молодым. Стартует первый тур чемпионата страны. Первая лига ориентировочно в середине декабря. На расстрой волейболисток на сезон позитивный. Задача – выйти в высшую лигу «Б». И еще об одной женской игровой дисциплине – баскетболе. 21 ноября в Екатеринбурге пройдет матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2017 против коллектива из Болгарии. В составе сборной России на паркет выйдет уроженка Ижевска Мария Черепанова, чемпионка Европы среди молодежи и серебряный призер чемпионата мира по стритболу. Поддержим нашу команду. Поддержка также необходима и хоккеистами Штали. Они провели очередной выездной матч против челябинского Челмета и проиграли его 1-3. Единственную шайбу смог забить Артем Воробьев. В турнирной таблице пока все без изменений. За ижевчанами третья строчка. Следующая игра в Кургане 19 ноября. Соперник за Уралье. А теперь наш разговор пойдет о любителях длительных пробежек. В столицу Удмуртии пришел осенний кубок клуба любителей бега «Италмаз» по полумарафону. Участникам предстояло преодолеть дистанцию чуть больше 21 километра. Но не на свежем воздухе, а в легкоатлетическом манеже. Смотрим сюжет наших корреспондентов. 27 истинных любителей бега из Удмуртии и ближайших регионов собрались в легкоатлетическом манеже. Дистанцию в 21 километра 90 метров им предстояло преодолеть по кругу. Это в общем и целом 105 раз обижать легкоатлетический овал. Такое под силой не каждому. Я вот удивляюсь просто, как они сами считают, счетчики, ладно, тут помогают, но как вот они не теряются в этих цифрах оборотов, так скажем, как в центрифуге. Меня удивляет вообще-то их способность. Еще более удивительно, что эти же люди за несколько часов до старта полумарафона в манеже участвовали в забеге на две мили на стадионе «Зенит». Кому-то пробежки на свежем воздухе хватило для поддержания духа и тела. А кто-то решил себя испытать еще раз. Мы круглый год бегаем. В общем, нравится. И у нас на морозе, в спортивной форме. И все желающие там, кто хочет. Сегодня там человек 30 было. На беговой дорожке и мужчины, и женщины, и ветераны, и молодежь. Подготовка у всех различная, но цель была одна – добежать до финиша. В этот раз лучшее время дня показал Дмитрий Хузяков из «Кеза». Один час 14 минуты 33 секунды. За ним прибежали глазовчанин Алексей Веретенников и Алексей Фесик из набережных Челнов. У женщин самые быстрые минуты показали Анастасия Пухарева из Чайковского, Олеся Загребина и Маргарита Жернакова. Обе из «Икшурбоди». И последнее определили сильнейших атлетов города и юные бадминтонисты. В турнире приняли участие 32 спортсмена из Ижевска и Печаса. В смешанном разряде победителями стали Евгений Востриков с Артуром Сарычевым и Дарья Коскина с Марией Бальдой. В парном – Сарычев и Коскина. Это все новости спорта у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин